Нету, как вы можете заметить, ни кормушек, ни поилок, ни всяких игрушек. Потому что, чтобы хомячки не отвлекались, а были замечены только друг дружкой. Ну что ж, давайте, кстати, они еще друг дружку не видели. И посмотрим, кстати, на их реакцию. Но запахи, я думаю, не слышали, потому что у меня клетки стоят очень близко. Хомячки не пахнут. От слова совсем. Ну что ж, давайте запустим Микки. Микки идет. Начинает обследовать местность. Ну а я пока попытаюсь взять Стешу, потому что сейчас узнаем, в настроении мой хомячок или не в настроении. Ну что, вылазим. Стеша, чуть застряли. Ходи. Ну что ж, я взяла вот Стешку на ручки. Она, кстати, можете вот сравнить. Сейчас я еще возьму Микки. Иди ко мне, малыш. Ну вот, они по сути, тихо, близко их не будем подносить пока. Они, ну, такие обычные хомячки. Вставляем их вместе. Сначала мальчика. Да, Стешка. Ну что, готово? Микки чем-то, чем-то озабочит. Ну и девочку. На всякий случай вооружаемся стаканом. Это у нас девочка такая, что может и прибить этого мальчика. Хорошо, у нас второй есть. Ага, Стеша начала орать. Стешка орет. Ну да. Мальчика процедурочек. Ее вообще никто не трогает, она бегает и пищит. Хотя она не то, чтобы ее разбудили, она бегала там по клетке. Ее только попробуй достать было. Так, она решила умыться. Но он же хочет просто познакомиться. Так, тихо, тихо. Ну а что ты накрываешь? Не надо, не надо нам бить друг дружке. Не надо. Микки, иди, иди в другую часть. Выходим. Дубль два. Стеша у нас девушка с высокими требованиями. Да, она так. Ну а Микки от страха накакал. Конечно, когда так на тебя орут. Ну, подождем немножко. Это их, кстати, первое знакомство, напомню. Ну что, они просто встретились. Ну, как встретились? Сложно сказать. Ну, видишь, он хоть проявляет активность, подбегает. Стеша вообще на всех пор, когда пытается вылезти. Лапами китайцами. Где мое колесико? Где мой домик? Где моя жратва? Где мое все? Ну давай, домик строй, хомяк. Покажи, какой ты хозяйственный. Сейчас у маленького хомячка, пока он нам дрыхнет, заберем одну кормушку. Всякий случай. Поставим посередине. Да, еда нас сближает. Может, они на фоне еды познакомятся. Да, будут вместе кушать. Ну, черненько, мальчику нашему только дай поесть. Ну, Стеш, пойди поешь. И он пойдет поест. Приготовь ему что-то. Покажи, какая ты хозяюшка, да? О, этот уже все жует. Уже все. Стеша ему уже неинтересно. Не надо выворачивать весь корм. Ну, а зачем ты так много насыпала? Да, вообще-то для маленького было. Он ничего не выворачивает, он просто ест. А этот начал зарыбать, рыть в корме. А Стеша моется. Стешка прихорашивается к ужину, правильно? Он решил ее закопать. Такую невесту, что можно ее закопать. Ну, давайте, вы уже, ты подкрепился, все, дай жене поесть. Будешь кушать, малышка? Ну, она пока не жена, а невеста. Невеста. Надеюсь. Свадебный банкет. И тут пытается притиснуться. Так, все, давайте забираем у вас еду. О, ну скажи, сейчас вообще будет грустно. Ну, они немножко праздник. И еды нету. Этот теперь заинтересовался девочкой. Ну, конечно, еду убрали, думает. Может, девочка забрала, надо ее хорошенечко проверить. Это Стешка, да, орет сегодня? А он как-то молчит, да, молчаливо. Молчаливо хмячок. Да. Ну, и что такое, миши? О. Не, не о. Ну, Стешка пока просто орет. Она его даже не бьет, заметили? Она просто орет на него, а он боится. Скажите, я не поняла, где мерседес, где бриллиантовое колье, что тут это пришло? Где хотя бы букет? Надо обязательно рассаживать их, если она или он начинает друг друга, короче, первый хомячок начинает пить, кусать второго хомячка. Если друг на друга орут, то, ну, шмейство образуется. Пусть орут. Это, а вот если они начинают кусать друг друга, то тогда уже рассаживайте, потому что один хомячок... Этот любит позакапываться. Могут же загрызть второго. Кстати, вот у нас должны вроде бы на следующей неделе открыться магазины, и я хочу пойти купить им, наконец-то, вот это хомячок. Сама лобками, слышишь, я такого даже не видела. Маленько, ага, мы тут с мамой ведём эфира, у них тут любовь. Ну как любовь? Может, они хотят, чтобы мы ушли попыть одним? Скажи. Ну, оставляйте их не надо. Смешала, что-то такая, да. Боевая. Да. Не готова я. Нет, так я прям никогда не видела, чтобы она так вот прям лапами не оралась. Хочу ещё, вчера мы купили его, только успею. Смотри, как она прямо. Вчера нашли ещё поилочку для Микки. Одну, потому что мы, братья, всё-таки решили рассадить, потому что они могут и подраться за территорию. Я тут маму пихаю, что она тут ёёкает? Не знаю, что ли? Стишка так прихораживается, наша бусинка. На солнышко. Ну, шо такое? Ну, попробуй только его побить. И он вообще на него перестал обратить внимание. Или он недостаточно близко к ней подошёл. Осталось только будет разобрать их как ульки. В туалет. Это на длину лапок, да? На длину лапок. О, они уже достаточно близко к другу. Ну, проходи. О, они оба стали реагировать на то, что здесь есть люди. Это надо вести себя прилично. Может, нас ещё и на камеру снимают. Пока что встреч никаких не наблюдается. Обоим надо порыть. Хочу, кстати, на следующей неделе пойти в магазин Зоу и купить песочек. Потому что у меня как раз закончился. Магазины не работают. Тишиня, не ори, я говорю. Мне надо поороть. Побил его по морде. Бокс, Тиша. Бокс. Видите, как она лапами работает? Бокс хомячков. Не, ну, видишь, настойчивый. Она его лупит, а вот это подбегает всё равно. Ну, она молчит. Так ты же ей скажи о своих чувствах. Чего ты тут роешься только? Землеройка. Вот, хочу пойти им поскупить песочек и всем троим хомячкам поставить песочек. Потому что Стеша его обоссала весь. Ну, она передумала. Ну, она это... А сейчас она всё-таки, я её приучила ходить на гранулят. Потому что в песок, во-первых, это очень дорого. А во-вторых, это потом очень быстро начинает вонять. А гранулят можно не менять около недели. И он вообще не воняет. Главное, если вы не хотите, чтобы от вашего хомячка воняло, то меняйте в клетке туалетик, тырсу периодически. И тогда не будет вообще никакого запаха. Хомячки сами по себе вообще не пахнут. Хомячки, в них пахнет только с самих отходами. Их жизнедеятельности. Он такой молчаливый. Хоть бы что-то там тоже её... О, она что-то решила пахнуть. Ну, подойди. Ну, ты же забрала эту саму. Не, это деревце. Досточка в тырсе попадается иногда. Палочки. Да, и она их рыет. Хотя у них у всех в клетке есть погрызушки. Ну, ничего. Тут ничего. Вы заметили, она стала меньше на него кричать. Она пищит, немножко ускользает. Но они уже не дерутся. Лапами уже ему по морде не пытаются понадавать. А он настойчивый. Мы только сказали, что ты не пытаешься. Это я силы собирала. Да, сейчас, чтобы он поближе подошёл. Ну, если... Я думаю, что у них должны получиться очень красивые хомячки. Красивых окрасов. Стеша такая красотка. Мальчик такой красивенький. Стешка отвернулась. Говорит, всё. Да, не подходи ко мне. Я обиделась. И пошла спать. Она спать пошла. А он её будет. Говорит, у меня голова болит. Отстань. Тяжёлый день был. Я вот с работы пришла. О, тяга ему. Расскажи всё. А он молчит. Дай поспать. Села на попу. И сидит. А этот хроется, зарывается. Что ты там пытаешься погрызть? Это аквариум. Его грызть не надо. Ну, он же ж не знает. Давай, малыш. Грызть его не нужно. Да. Вот и не нужно грызть. Иди, скажи. Давай, вот так вот. Я не хочу. Да, заберите меня. Походи ко мне. Я обиделась. Да и с задними лапами передними. Себе лапками отбивается. А он настойчивый. О, так она в туалет ходит. Если вы видели, у неё коричневый был возле хвощика. Она в туалет пошла. А он ей не даёт ходить. Не даёт, говорит, не даёт мне тут в туалет ходить. Что за хомяк? Ой, ты тут уже раскопал. Пока тут это дело уже подкоп такой организовал. Говорит, я там это, откопал ямку. Иди туда. Посиди. Да, пожуём что-нибудь. Чаёк попьём. Чаёк попьём. Бери печенюшки, пойдём. Пойдём, пойдём. Красоточка моя. Он её нарешил помыть, а ты... Говорит, красоточка моя, пошли. Как он маленько свернулся. Свернулся. Ой, ой, ой. Не, он чистится. Смотри, какой я, говорит, да. Говорит, ну там ещё дочисть. Пойду в другой уголок. Не, я ещё, говорит, пойду в тырсик почисть. Он её зарывает. Не, её он просто... Он пытается зарыть невесту всеми возможными способами. Ой, ему этот уголок явно понравился. Там больше всего гребётся. Ну, конечно, там девочки нет, которые на него орёт. Ну, он же активный, бегает что-то тут. Настя же лежит. Я пока тут ещё пытаюсь куки откопать. Куки, входи. Входи, мой хомячок. Входи, малыш. Смотри, уже выходи. Да, давай, малыш, выходи. Куки. Ну, куки. Давайте устроим теперь охоту. А ну, он сейчас прыгнет. Вот, я решила подсадить ещё одного мальчика. Это как вот вы видите, да, в сравнении. О, сейчас посмотрим, как она отреагирует на младшенького. Старший пока проявляется. Ну, давайте их называть старший и младший. Потому, потому что, ну, видно. Ну, хотя они одинаковые. В один день выросли. Их разводили. Мы их вот забрали. Он старшенький решил помыть младшенького. Братик. Что ж ты тут пришёл? Грязный. Подготовленный. Ну, и он хотел помить брата. Хватит меня уже заботиться. Дай мне по самому. Дай мне по самому. Походу девочкам надо семейной идиллии лишнее. Да, Куки? Мальчикам явно понравился тот угол. Ну, что теперь? Не, Куки выбрал другой уголок. Говорит, раз ты там копаешь, я буду в этом уголке копать. О! Говорит, Бузя мой, сколько вас, кавалеров? Малой явно такой настырный. Он явно хочет добиться внимания. Вот, смотрите, её перевернули. Она лежит. Ну, вставай. Ты ж не толстый хомячок. Встать-то можем? Мы поле с тобой зарядку делали. Да. Была гибкая. Была гибкая, красивая. А малыши-то, мальчики такие вообще быстрые, активные. А Стюшка такая спит. Спит.